Прицел уникальный, в нем совмещены возможности коллиматора, она оснащена... Предназначен для разведки и разминирования фонда, для предназначения клапана, которая может перенимать, с документами переворачивания, 9 метров, или на 7 метров. На шее беседе, чтобы держать, запас не давал. Это пистолет и этот пистолет находятся в Турции на испытании, на принятие, на оружие. Адмируют и показывают дальше. Это двиг на испытания и на базе цели будет компакт. Вот такой, 16. 9 пар. Вот это бронежилеты такие, наверное, да? Это самое главное будет сделано в Украине. Лета спереди, лета сзади четвертого уровня КНЖ, на патроны 7-62-54, на Б-32 против Панцирной. Для оправления, они делают небольшой самолетик, толкающий вид. Уникальная разрубка. Уникальная разрубка. У нас забруднение идет нафтою. Есть жировое пятно. Это графит. Достаточно, чтобы накрыть один гектар водоема. И на протяжении 10 секунд сарбовать на себя. Вот мы распиливаем, ну так вот, как бы примитивно. Полностью весь нафтопродукт сарбовался. Мы его механически сбираем. Кроме этого, мы сбираем в любой отжим и отжимаем 90% нафту обратно. Хочу сказать, что очень серьезный крок перезробленный. Потому что и выставка значительно потужнее, и представлены не только украинские производители, но и многое предприятий из-за кордона, из США, из Израиля, Польши, то что. Ну и главное, что безусловно интерес в мире до самым украинской зброи, украинской военно-техники достаточно великой. Потому что на этой выставке присутствует представительство оборонных ведомств. Как из Европы, так и из Азии. То есть украинская техника, которая прошла попробование в умовах боевых действий, она используется в мире сегодня достаточно высоким опытом. Это для нас очень очень важно. Хотя перший приоритет, первое задание – это, безусловно, забезпечение нашей армии, национальной гвардии, военно-технических формований, качественной, сучасной зброей и военно-технической. Продолжение следует...